Они оба в бизнесе и активно в бизнесе, я с одной стороны не понимал, как это вообще возможно, потому что мы с женой как-то пробовали работать вместе. Нас хватило на полгода. Она у меня была в отделе, в подчинении, и после этого мы приходили домой, и мы разговаривали о работе. Мы уходили, и мало того, если на собрании у нас был какой-то конфликт, а она на собрании могла себе позволить что-то сказать, чего не могли позволить себе другие, потому что понимала, что я его муж, и если что, я останусь без ужина, если я сначала прессовать. Когда мы приходили домой, я, конечно, её прессовал, говорю, ты почему себя так ведёшь на собрании когда-то? Потому что моя жена, и у нас всегда этот тур у нас очень женат один. Я всегда смотрел на вас, какие вы наклоненные, как вы дополняете турниру, вы посвящаете турниру. И вот эта встреча, ужин наш последний, который ужин викинга был, когда у нас был ТОП-15, была встреча, и мы с тобой разговаривали, когда при этом у Крышки. И я понял, что действительно сейчас мы с тобой тоже говорили о том, насколько это важно всё-таки. Потому что всё это классное то, что у нас есть, но вот семья, она самая важная. И уделять времени достаточно вовремя, инвестировать в семью – это очень нужно. И вот этот тот наш разговор, и наш сегодняшний разговор, мы с вами возвращаемся к осознанности тех, кто важны, которые идут в нашу жизнь, и что мы никогда не забывали. Спасибо. Мы с Алексеем очень похожи, практически как два брата. И я помню, я же Алексея знал как международного лидера, я на него смотрел всегда со стороны, работал тогда в Казахстане, и мы первый раз встретились на семинаре в Кыргызстане. У меня тогда удивило, как раз в Казахстане очень хорошо поужинали, посидели, поболтали, ну, подружитесь и все. Вот я прямо, мы начали вместе работать. И мы не всегда на вещи смотрели одинаково. То есть у нас были разные точки зрения на вещи. Мы всегда, мы могли сесть, очень спокойно поговорить, и Леша всегда слышал меня, а я слышал его. Я начинал смотреть на этот бизнес, потому что не так сотрудник, а может диктотритер, а Леша начинал смотреть статисты компании. И после этого мы выходили, мы никогда к раздовую больше не возвращались. Мы понимали. Мы понимали друг друга, да, причем это было как с полу-скоро. Это было, да, абсолютно с полу-скоро. И у меня всегда было такое невероятное уважение, потому что я думал, ну, хорошо, я тогда начинающийся дилетер, боговый лидер международный с колоссальным стажем. В то же время он слушает то, что я говорю, пытается найти вот то звено, которое я хочу до него принести. Вот эти партнерские отношения с самого начала Москвы. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, потому что у меня уже не было всякое правду. Да, это всегда было очень честно и очень приятно. Не всегда просто, но всегда очень честно и приятно. Да, я буду радовать его очень. Спасибо, это взаимно. Спасибо, да.